Придивное художество. Под таким названием в Государственном историческом музее продолжается выставка икон из частного собрания заслуженного артиста Российской Федерации, певца, музыканта и продюсера Григория Лепса. В этой уникальной коллекции, которая пополнялась на протяжении 20 лет, представлены более двух соток написанных памятников, рассказывает Эльвира Гордеева. Тонкое письмо – высокое художественное достоинство. Именно так в целом можно охарактеризовать собрание редчайших памятников иконописей и графики 16-го начала 20-го веков, представленные Григорием Лепсом в залах исторического музея. Всего 204 образа с преобладанием работ старообрядческих мастеров, выполненные в Поморье, Москве, Романове Борисоглебске, Поволжье, Мстере, Палихе. И все же, почему известный музыкант стал заниматься коллекционированием церковных раритетов? Ну все, воля Божья. Видимо, так было угодно Господу. До сих пор эта коллекция никогда не экспонировалась, но была по достоинству оценена специалистами и вошла в постоянный научный оборот. Хотя певец подчеркнул, что он не эксперт по иконописи, а любитель. И выбирал иконы из принципа «нравится или нет». И без разницы, сколько стоит предмет, кто написал, когда это было написано, кем это было написано. Если предмет мне как бы по душе, если так можно выразиться, я обязательно его приобрету. В своей деятельности собиратель отдает предпочтение памятникам подписным, датированным и редкой иконографии. Все без исключения образы, вошедшие в данное собрание, являются памятниками музейного значения. Свою коллекцию Григорий Викторович намерен пополнять. Теперь он планирует вернуть из Англии образ, который когда-то вывезли большевики из царской рейсницы стоимостью в один миллион фунтов. У меня нет пока миллиона фунтов, но мы что-то там сейчас будем соображать с моим товарищем, как ее забрать. Я ее видел в Лондоне, когда меня еще пускали. Великолепный образец 16 века, Николай Угодник. Просто блестящее произведение, просто блестящее. Я такого вот даже не встречал. По оценке специалистов, стоимость представленных на выставке раритетов весьма высока. Хотя с инвестиционной точки зрения Григорий Лепс свою коллекцию икон не рассматривает. Скорее делает это для души. Эта коллекция, как представляется, будет интересна и широкой публике, которая впервые ее увидит, и специалистам, которые тоже впервые ее воочию увидят. И получат такое эстетическое, без сомнения, наслаждение. Выставка «Придивное художество. Иконы собрания Григория Лепса» в Государственном историческом музее в Москве продлится до 5 ноября.